Мы проходили многое в нашей жизни Мы в нашей жизни все идем через лес И где-то очень трудно пройти через какие-то сучки Через какие-то деревья, через какие-то коряги Но мы идем Мы идем, идем, идем Что делать? Бывают коряги огромные, бывают маленькие Бывают болота, куда засасывает Спасибо вам за сердечки У меня сегодня новая кофта, видите, с такими руками Я очень люблю такие рукава по локоть Спасибо Так что вот Ничего, скоро будет видео, я думаю, что сделаю я обязательно Я очень люблю синий цвет, да, я вот очень люблю ярко-синий, васильковый, я очень люблю Вот когда я представляю цветы васильки или когда я их вижу Я вообще, конечно, в Америке я не видела васильков еще Но васильки мне сразу напоминает вот это вот васильковое поле в лагере, куда я ездила, ездила в лагерь, называется имени Ильича Имени Владимира Ильича или просто Ильича И у нас там было такое огромное поле васильков И мы их собирали, и мы отрывали эти лепесточки и делали ресницы из них Я не знаю, делали ли кто-нибудь ресницы И, кстати, было очень красиво Такие синенькие у нас реснички были И еще у нас было поле, как же называется это, мы его ели все время Как же, лен, лен И ногти, ногти делали из ноготков вот этих, ноготки были эти цветы А еще ели лен, мне очень нравилось И вот такие вот, они в таких каких-то кругленьких, я не знаю, плодах И мы все время этот лен ели И мне он так нравился на вкус, этот лен Вообще просто, я обалдела от него Но реснички, конечно, я помню И еще мы делали себе тени голубые со стен Мы по стенам терли вот так, по меловым, по голубым И делали себе тени Это была наша косметика И мы шли на массовку в лагере Массовка начиналась в восемь, по-моему, вечера до девяти Если я не помню, если я не ошибаюсь И мы шли на массовку все с тенями С такими вот, бедная кожа Ну что, да, что делать Губы грецким орехом, нет, вот это я не делала губы, я не помню У нас грецких орехов не было В России, тогда, где я жила, не было Да, гудрон-то жевали, это понятно Причем жевали и веря в то, что зубы будут у тебя белые навсегда Жевали так, что ой-ой-ой Главное, что жуешь и кажется всем, что жвачка у тебя Ну и одновременно зубы отбеливаешь Да Это вообще, конечно Конечно, жевали гудроны, как бы, вы что Вся Россия жевала гудрон, все дети жевали гудроны Вообще не знаю, откуда, кто вообще начал жевать гудрон когда-то Но смола с деревьев, я смолу с деревьев не жевала Но мне на самый раз, как пахнет И она попадала, если тебе на одежду, то все это пипец, конечно То уже ничего не сделаешь Гудрон жевали все И ноготки все делали Еще ноготки я делала У меня у папы была изолента, не синяя, а красная она была И я из нее еще вырезала себе ноготки Приклеивала, и они такие были длинные Хоть они вот так потом висели Но все равно ногти были Так все время мечтали мы о ногтях И когда, помню, мне сказали, что ногти можно нарастить Я настолько не понимала, как это нарастить Я думала, что-то тебе дают выпить И ногти быстро-быстро у тебя растут Потому что слово нарастить я понимала только, если они сами вырастут И мне когда говорили, что ногти можно наращивать теперь Я думала, как они растут-то так быстро То есть, или кто-то говорил там Ну вот, зашел в салон и через два часа вышел с длинными ногтями И я не понимала, как это они так могли вырасти за два часа Вообще, я помню тоже Вот этот вот, наверное, не знаю, у меня, наверное, не было мозгов тогда Я не знаю, но я именно так понимала Как она так нарастила, что они выросли так быстро Тогда они, ну вообще, вот это я помню момент, конечно Также и волосы, когда говорили нарастить волосы Я думаю, что это вообще за технологии такие Что волосы через два часа вырастают Или человек выходит длинными волосами Но это был какой-то момент, может, месяц-два, я не понимала Потом уже мне объяснили Вот Да-да-да Я думаю, человек Я представляю, девушка сидит Села, ей дальше что-то там намазали Или дали выпить, уж я не знаю А она сидит, и у нее бум-бум-бум-бум-бум Думаю, нифига И я еще такая думаю, а вдруг они вырастут вообще огромные какие-нибудь А что же потом отпиливать их каждый день Ой, настолько вот этого ничего не знали мы вообще Это просто Да А когда я вымыла голову первый раз себе Вот норманным шампунем Я первый раз вымыла, нанесла себе кондиционер на волосы Я не знаю, если кто помнит, если у кого такого было Но я смывала со своих волос Мне казалось, у меня волосы мыльные И они не смываются И я ничего не могла понять Я мыла, мыла Думаю, что они у меня такие прям мыльные Они у меня какие-то Какие-то они у меня гладкие Я вообще не могла понять, почему у меня такие волосы И я просто смывала, смывала Все равно какие-то Они думают, ну они не такие, как у меня всегда Вроде как нравятся, гладенькие Но думаю, ну как, ну мыло-то почему не смывается Ой, это вообще была такая тоже реакция у меня на этот На этот кондиционер, конечно Конечно, привыкла все время мылом Или даже дешевым шампунем каким-то мы мыли Все равно волосы-то были, как мочалка же после него Вот я сейчас, если мою волосы шампунем И до того, когда я наношу кондиционер Я трогаю свои волосы, думаю, боже Это вот я в детстве вот с таким вот С такой паклей ходила на голове А потом наносишь кондиционер И все, сразу стоит на свои места, да? Но мы-то раньше этого не видели Кондиционер, я вообще не понимала, как это он не смывается Он совсем от меня Ой, вообще Помню, помню вот это все, вот эти моменты Шампунь кря-кря И, конечно, когда первый появился шампунь яичный Вы знаете, на него смотрела, он такой перламутровый Его хотелось выпить Выпить хотелось, настолько мне казалось, что он вкусный Я никогда такого тогда не видела И помню, у кого-то он появился, этот шампунь С таким вот желтком на этом И я такая смотрела, думаю Ой, какой шампунь, прям, ну вот Не знаю, мне не объяснить Есть ли, было такое, у кого-то, я не знаю Я помню, мы кетчуп пили Кетчуп, когда появился, нам начали из Москвы привозить Мы прям пили этот кетчуп Он в таких бутылочках был Вот Аня у меня пришла Анечка, привет Привет, Анечка Давай я тебе с тобой как-нибудь по скайпу свяжемся Мне есть, что тебе рассказать Да, перламутровый такой, да, да, да Вот А воду, я не помню, разводили или нет Но я помню, что этот шампунь, конечно, меня просто поверг в шок Вот, потому что у нас до этого было мыло коричневого цвета Нам натирали им тело и голову, и все абсолютно натирали Ну, когда вот мы были маленькие Я помню, в лагерь мы ездили с собой, там мыло брали Я все ржу Вот Когда появились Никерсы и Марсы, вы знаете Ой, спасибо, маме тоже привет, Анечка Привет, надо как-нибудь созвониться хоть нам всем Чего мы вообще Давно с вами не разговаривала я Вот И знаете, когда появились Никерсы и Марсы И вот, кстати, на Анина мама то же самое, я помню Купит Марс И по кусочкам вот так вот отрежет кусочек Чайку попьет На следующий день она опять от него отрежет кусочек Чайку попьет Я так же делала Потому что для нас это вообще были Марсы Вот мама, ну, Ани тоже, наверное, помнит Как мы балдели от этого Как мы эти Сникерсы и Марсы Ты крутая, у тебя Марс там в руке или Сникерс Ой Как я вспомню, это вообще смех Ну, а сейчас мы все избалованы У нас есть все Нас ничем не удивишь У нас пропадают ценности И это очень жаль И это очень страшно Это очень страшно Никто ничего не ценит Все достается легко Я все-таки рада Я рада, что прошла эту школу Рада У меня Артем приезжал И мы сидели Мы сидели с Винни И с Артемом А уже вечером Артему На следующий день надо было уезжать И мы сидели, ужинали И вспоминали, как мы жили И мы Артем, Винни рассказывали нашу жизнь И Артем тоже говорит Ты знаешь, Винни, я очень рада, что я прошел это Я даже помню, когда я открывала холодильник У нас холодильник и одна банка майонеза Я говорю, ты что, вообще, что ли? Я говорю, такого не было никогда Он такой, я помню Я говорю, ну ты вообще, что, у нас картошки, что ли, не было? Говорю, хлеба Но он, конечно, уже преувеличил Не знаю, с чего он взял Что там одна банка майонеза была Винни на меня так посмотрела Я говорю, Винни, да такого не было? Говорю, что одна банка майонеза и все Я говорю, ну, конечно Там какое-то было мясо заморожено в морозилке Хлеб какой-то был А он такой, он стоит на своем Я помню, одна банка майонеза и все Я говорю, ну, вообще, хорошо, что никому не рассказала Теперь я всем рассказываю, короче но было такое что конечно денег не было было такое что я пошла к своей подружке и плакала дай мне 15 рублей я даже на хлеб денег нет было вот и потом после этой черной полосы у меня сразу раз и она была белая и у меня было все ну вот именно в холодильнике не было картошки а он помнит только вот было такое что вообще ничего в холодильнике действительно не было кроме там майонез и ложки к ней я не знаю вот но я очень рада что у меня все это было в жизни потому что я знаю что такое хорошо что такое плохо что что такое да наверное я аж прям расплакалась сегодня я не снимаю очки потому что я не накрашена сегодня решила не буду краситься я все-таки в банке работы или где поэтому буду не накрашена американцам абсолютно все равно как ты выглядишь а я сегодня как назло придет кто-нибудь из моих подписчиков скат наталья этого нет это не вы я вас не могу узнать и разве это вы блин вот повезет если кто не придет все ребятки я побежала уже пол девятого я ухожу приходили и приходили конечно но не в этот банк в этот банк еще никто не приходил а в том банке когда работала приходили подписчики причем приходили вот у меня даже сергей такой есть как я его и прям из банка домой потащила поехали ко мне домой у меня виннин говорит ты че всех подписчиков домой будешь брать я так обрадовалась когда ему вот и это и он пришел такой это вы это вы прямо так а у меня менеджер стоит ничего не понимает что он как будто увидел не знаю кого и так конечно будет как то так было забавно вот и такой вот он парень но такой нормальный хороший парень все ладно ребята я ухожу было очень приятно поболтать вы как всегда поднимаете мне настроение потому что я одна сама собой же не стал бы разговаривать правильно а тут вот так еще раз передаю привет девочки которая лучи и лучик я думаю она будет смотреть после работы оставлю специально для вас трансу ну то эту трансу стоит на расставить потому что ну как бы посмеялись повспоминали вот и все всем пока посмеется и и Продолжение следует...